друзья всем привет сейчас я приехал на нашу крышу на которой мы делаем монтаж зимний монтаж гибкой черепицы хочу сделать обзор тех работ которые мы уже сделали тех работ которые мы еще будем делать в москве сейчас зима минус где-то 10 минус 15 градусов такая вот температура варьируется валит снег снег уже честно говоря немножко под задолбал сейчас я вам переверну камеру вот так вот постоянно заваливают снегом у нас есть вот такой пылесос я попросил чтобы ребята подготовили показали сейчас как мы будем им дуть сейчас раис подожди секунду я подальше отойду давай покажи как он вздувает так вот считает свет вот с помощью такого такого пылесоса бюджетный пылесос но отлично справляется своей задачей потому что без такого пылесоса вот этот снег на замучаюсь сдувать но это я так показать вам принцип вы понимали как мы справляемся зимой со снегом на самом деле задача у меня сегодня другая хочу показать вам алюминиевую сетку алюминиевая сетка которым устанавливаем вот сюда вот для того чтобы у нас здесь был вентилируемый зазор нам нужно что вот это место у нас было закрыто от насекомых от птиц но в то же время чтобы здесь заходил у нас воздух обычно мы и крови используют пластику вентиляционную сетку но и и как правило ведет короче мы с ней уже ну немножко под за под замучились поэтому мы переходим вот на такую вот алюминиевую сетку вот этот высота у нее пять сантиметров как раз у нас вентилируемый зазор приток воздуха пять сантиметров как раз она полностью перекрывает вот эту вот часть в то же время видно перфорацию через которую будет заходить заходить воздух вот она жесткая поэтому ее можно установить достаточно ровно идет она одного цвета такого-то алюминиевого дальше у нас здесь вот есть такая доска раз помоги мне пожалуйста вот такая вот доска ребята еще и не прикрутили но примерно это будет смотреться вот так вот дальше вот на эту часть мы будем устанавливать крюки крюки у нас идут золи где они короткий крюк ты взял да так сейчас я дальше пройду значит вот такая вот штуковина она соединяется на болту здесь вот а принеси пожалуйста эту которую а вот она подготовлена есть вот такая вот штуковина значит она стоит из двух частей то часть которая у нас идет на крышу то есть вот она вторая часть это вот такая платформа который будет прикручиваться короткий крюк значит в чем фишка этих штуковин в чем фишка вот этих вот крюков значит у этой платформы есть вот такие вот уши вот и мы можем на эту платформу прикручивать короткий крюк и соответственно регулировать высоту это очень удобно для монтажников я уточнял у производителя вот этих вот кронштейнов производители у них деки насколько они надежны потому что вроде как бы пластиковый производитель сказал что они очень надежная вот поэтому будем тестировать тестировать давай прикрутим один вот сюда например разворачиваем сколько там болтов в комплекте по два болта закручиваем ты знаешь вот меня все время в это в комментариях ругает по поводу того что вы все время без перчаток работаете что у тебя перчаток нет у людей все время такие вопросы возникают все вам перчатки не покупаю или нет перчатки есть или не дают вам сам в перчатках видите сам перчатках вот он он тоже в перчатках иногда мы перчатки покупаем ну грубо говоря вот так это выглядит соответственно гайки там можно затягивать расслаблять и соответственно ты можешь туда-сюда поднимать это очень удобно делать разуклонку вот потому что металлическим крюком есть там определенная заморочка но вот мы переходим на более упрощенного варианта чтобы вот нашим монтажникам было чтобы было вам проще делать даже так проще делать или нет намного да проще вот так это смотрится снизу сетка плюс вот эти вот крюки там вот этот крюк которому поставили фанеру конкретно этой крыше мы крутим на желтые саморезы на желтые саморезы тоже можно крутить фанеру не только на гвозди просто некоторые думают что только на гвозди можно но на самом деле можно и на гвозди и фанеру главное чтобы это было все просчитано конструктором либо проектировщиком вот потому что если это все просчитано тогда эта крыша будет работать но не только крыши но и дом в целом будет работать долго все это будет служить вам верой и правдой долгие долгие года в принципе вот Вот так вот небольшой обзорчик. А, еще по поводу ОСП хотел сказать, что мы обязательно ее пилим на три части, чтобы уменьшить линейное расширение листа. У нас размер ОСП 12 мм толщина, ширина 2,5 мм, высота 1,25 мм. Мы ее пилим на три части. Вот такими квадратами у нас получается она идет. Вот так вот, чтобы избежать появления, чтобы в дальнейшем избежать появления, чтобы в дальнейшем избежать появления волн на гибкой черепице. Все, на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.